Здравствуйте, садовые герои! Сегодня речь пойдет о растении, которое с каждым годом занимает все больше и больше места в наших садах и сердцах. Мы расскажем вам об остильбе. На сегодняшний день существует множество сортов от совсем карликовых, не более 50 сантиметров, до крупных, как волжанка, достигающих метра высоты. Остильба разнообразна по форме листьев, от классических до сильно рассеченных. А соцветия? Белые, розовые, красные, карминовые, фиолетовые. Нет только синей остильбы. Хотя нет, есть, но только на просторах интернета и в каталогах шарлатанов. Такое внимание только поднимает статус этого растения. Чем остильба нас так привлекает, кроме внешнего вида? Самое главное ее достоинство – это агротехника, не требующая от садовода особых знаний и умений. В ее подготовке к зиме нет ничего хитрого. Над ней не надо строить замысловатые домики. Нет необходимости отправляться на поиски лапника для снегозадержания. Ее вообще не надо укрывать на зиму. Нет хитрой обрезки, требующих особых навыков и умений. Хотите, можете обрезать ее осенью. Или если вы являетесь поклонником зимней картинки, то ранней весной. К почвенным условиям остильба абсолютно неприхотлива. Конечно, если есть выбор, то она предпочла бы суглинистые почвы. Но ни глины, ни песчаных грунтов она не испугается. Единственное, чего не любит и боится остильба – это засуха. Пустыня Сахара и постоянные перебои с водой могут постепенно погубить растения. И то это произойдет не сразу. Для того, чтобы это избежать, остильбу высаживают в легкую полутень и мульчируют. Здесь не жарко, палящее солнце не страшно. Цветение дольше на 1-2 недели. Еще одним несомненным плюсом этого цветущего многолетника я считаю ее быстрый рост. Если из маленькой розеточки хоста вы получите полноценное растение только через 3-4 года, то остильба уже в первый год посадки сможет вас удивить. Прямо у вас на глазах за один сезон вы получите роскошный экземпляр. Остильба – отличное растение со всех сторон. Она прекрасно сочетается с японскими ирисами, хостами, хвойными. Очень красиво, когда у вас посажено не одно, а несколько растений. Причем чем больше, тем лучше. Как и с хостой, остильбой переборщить невозможно. Так же, как и хоста, остильба пришла к нам из Японии. И повторяя историю хосты, не сразу завоевала сердца садоводов. Первые виды, привезенные из Японии, были исключительно белоцветковые. Позднее к ним добавились розовоцветущие виды из Китая. Не знаю, стала бы остильба популярной, если бы в начале 20 века на нее не обратил внимания немецкий ботаник и селекционер Георг Аренс. Чем-то она его зацепила, и он начал кропотливо изучать это растение. В результате скрещивания он получил достаточно много экземпляров, сильно отличающихся от своих родителей. Что-то он продал в Голландию, что-то оставил себе, чтобы продолжить работу. В результате этой селекционной работы мир познакомился с двумя великолепными гибридами. Квин Александр и Питч Блоссом, которые сейчас можно купить в питомниках. Селекционная работа Аренсена была в основном направлена на выведение карликовых сортов, которые можно было бы использовать в контейнерном озеленении. Гибридизацией остильбы Аренс занимался до 1952 года, то есть до самой своей смерти. За 50 лет его питомник получил огромное количество сортов. Два самых популярных сорта Аренсена были получены в непростое и неоднозначное для Германии время. Один в 1933 году, а второй в 1940. Питомник Аренсена существует и по сей день. Сегодня им управляет его правнучка. Нельзя сказать, что только Аренс занимался остильбой. Примерно в эти же года и лимуаны тоже обратили внимание на эту культуру. Но лимуановских сортов почти не осталось. Разве только манблан, который до сих пор считается одним из лучших белых сортов остильбы. Но из всех сортов остильбы есть один, который поражает. Нежной розовой окраской и воздушными соцветиями. С ним вас познакомит Денис Баташев. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Увидимся. Очень интересная для нас оказалась остильба простолистная. В данном случае это слурт спрайт. Он невысокий, но есть гораздо более высокие сорта. Высотой около 40-45 сантиметров. В данном случае он, по крайней мере, в горшке. У нас первый год. Этот сорт он где-то 25 сантиметров высотой. Чем она хороша? Вот сейчас начало августа и она только зацветает. Многие остильбы уже отцвели, либо заканчивают цветение. А эта зацветает и будет цвести еще 2-2,5 недели. Может быть даже 3, если погода будет не очень жаркая. Чем она хороша? Резная листва. Как правило, темно окрашенная. Иногда даже пурпурная листва. Либо зеленовато-пурпурная. И на фоне этой листвы очень контрастные соцветия. Закрывает, как и многие растильбы, очень хорошо почву. Прекрасно работает как почвопокровник. Хорошо используется в теневых садах. Высаживаем мы ее, как правило, достаточно крупными массивами от 20 растений. Разрастается она достаточно в первый год посадки достаточно медленно. Но вот эти растения мы высадили достаточно рано. И сейчас их уже пора делить, пора пересаживать. Вот ком оплетен полностью. Еще недели 3 назад он не был оплетен. Здесь это полутора... Нет, горшок размером где-то до полутора литровый горшок. Вот, соответственно, мы ее либо поделим и будем дальше размножать. Либо пересадим, часть пересадим в трехлитровые горшки и уже потом отправим через какое-то время на объекты.